Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, это Виталий Микорюков. Сегодня у нас про лазерное удаление снова. Очень сейчас болезненная тема, это микроблейдинг. Она болезненная для мастеров, потому что нас мучают, просят этот 6DMIC микроблейдинг, мы уже отказались практически полностью от него, потому что рубцуется кожа, потому что слишком легко заглубиться, то есть это изменение цвета, большая глубина, особенно опасно, когда микроблейдинг попадает, ну то есть лезвие в руки вчерашней маникюрщицы, которая кожу не чувствует, не знает, и это все. Приходят такие люди, просят исправить, изменить, и мы сталкиваемся с тем, что нам надо это почистить кожу, надо удалить, это еще и безумные формы очень часто. Ладно, если просто цвет изменить, а там реально часто надо будет удалять. И вот вопрос. Микроблейдинг и перманентный макияж. Я как мастер совершенно точно знаю, что микроблейдинг это другая глубина, гораздо глубже. Я много видела рубцованной кожи, то есть реально вот так ее сжимаешь, там прям рубчики, хотя пигмента нету, прям изменение кожи. И есть вот вопрос такой, если от микроблейдинга на довольно большой глубине измененного цвета пигмент, еще и кожа зарубцованная уже, как быть и вообще возможно ли изменить, убрать? Про микроблейдинг на самом деле вопросов много и в плане лазерного удаления точно также. То есть сходят слухи, что микроблейдинг не удаляется или удаляется совсем плохо и так далее. Да, действительно, микроблейдинг удаляется сложнее, чем хороший, как опять же говорю, правильно выполненный перманентный макияж. Который не надо удалять вообще-то. Да, да, да. Ну я имею в виду, что не засажены 15 лет назад отбойным молотком, в общем-то, да, то есть там тоже сложно. Но в целом микроблейдинг удаляется хуже немножко по той причине, что при рассечении кожи наступает все-таки микро рубцевание, да, ну где микро, а где, собственно говоря, макро рубцевание. И при формировании рубцов пигмент окружается более плотно волокнами и в целом он хуже выводится дальше фагоцитами, макрофагами из уже кожи. Раз. Второе рубцевание приводит к истончению эпидермального слоя и удаление микроблейдинга будет более травматичным. Кровит. Кровит даже уже не свежий, даже уже прошедшие там полгода и более. То есть как бы если перманентный макияж выполнен аппаратно, практически, то есть уже там прошло несколько месяцев, он можно работать нетравматично абсолютно, то микроблейдинг даже при самом нетравматичном, самой аккуратной работе лазером с ним все равно кровит, все равно пробивается, потому что рубец вызывает, ну как бы рубцевание, вызывает истончение эпидермального слоя и, собственно говоря, защита кожи снижена в общем-то. Что в этот момент становится, рубец увеличится, что-то там усложнится? Нет, рубец уже сформирован в общем-то. Добавить лазером, ну можно, конечно, если постараться, добавить еще рубцевание, но в целом все заканчивается обычно благополучно при, опять же, нетравматичной работе. Можно сказать, говорить, что микроблейдинг не удаляется из-за того, что он очень глубоко, неправомерно. Лазерный луч длиной 1064 нм, это инфракрасный диапазон, проникает вплоть до подкожно-жировой клетчатки. У нас была клиентка, мы ей удаляли бесплатно, испорчены когда-то там учеником брови. Действительно, мы признали ошибку, удалили все, деньги ей платили, у нас мы тогда сами не удаляли. И одна из ее претензий была, что в детстве она болела менингитом и лазерный луч ей вызывал головные боли. Это было невыносимо, и вот она в претензии такой жировая. В такой ситуации, можно сказать, что нужно требовать справку от психиатра по месту жительства, о психическом здоровье пациента. Это бред? Да, это бред, на самом деле, никаких таких ужасов. Люди ходят с шапочкой в фольги, например, с фольги на голове тоже, потому что на них все влияет и так далее. Нет, здесь объективных причин нет, до подкому жировой клетчатки доходят, но все-таки мощность луча, который доходит до наиболее глубоких слоев, все равно гораздо меньше, чем, то есть он по пути рассеивается, отражается, поглощается и так далее. То есть до самых глубоких слоев доходит минимум, в общем-то, мощности. Правильно, самый глубокий слой вот здесь, не насквозь здесь. Да, это была тема насущная про микроблейдинг. Пишите вопросы в описании к видео, мы постараемся на них ответить. Всем спасибо за просмотр, всем пока!